Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули. С вами Айка. И сегодня у нас, как вы уже понимаете, мукбанг. Сегодня у нас огромная порция мимозы и очень вкусный тортик. Мимозу я хотела уже давно. Вчера вечером мы ее сделали. И она очень хорошо пропиталась. Самое главное, это хорошо, чтобы она пропиталась. Супер! Мимоза или селедка под шубой. Главное, чтобы пропиталась. Я почему-то больше люблю домашнюю еду. В том плане... Не в том плане, что я фастфуд не люблю. Пару раз я заказывала мимозу в ресторанах. Мне нигде не нравилось. Везде курицу клали совсем чуток. И она совершенно не чувствовалась. Здесь посмотрите, сколько курица. Хотя вроде идешь в хороший ресторан. Например, да. Маленький кусочек мимозы стоит где-то 15 монат. 700 рублей, например. Да, вроде. Можно же. Хорошо приготовить. Кстати, рецепты я оставлю в инфобоксе. Возможно, вы тоже захотите приготовить. Я вообще очень люблю салата. Люблю оливье. Люблю винегрет. Но мама как-то не особо любит винегрет. Поэтому приходится готовить другие салаты. Папа уехал. Вы знаете, так грустно без папочки. Мы вечером сидели, играли в карты. Играли в нарды. И в конце каждой игры папа говорил, какие карты у меня в руках. Я не понимаю, как он запоминает. Он мне говорил, у тебя дама козырная и шесть козырной. А все остальное мелочь. Я смотрю, реально так и есть. Когда ты долго не видишь папу, ты уже начинаешь привыкать к его отсутствию. И для тебя это уже норма. Но когда он месяц где-то побыл рядом, тоже привык к тому, что папа рядом. Мы с ним ходили гулять. Вчера я выложила видео с распаковкой посылки шейн. Не то, что распаковка, я просто показываю там вещи. Кстати, этот свитер тоже оттуда. Из этой же посылки. Там мне в комментариях девчонки начали писать, что это платье я делала наоборот. Я такая думаю, ничего подобного. А я это платье уже два раза носила. И каждый раз все окружающие мне говорили, айка, ты надел это платье наоборот. Я такая говорю, нет, так и должно быть. С подружкой пошли в кафе, я была в этом платье. И она такая говорит, все классно, но зачем ты платье одела наоборот? Я ей такая, ты чего? Это должно быть так. А вы даже через видео поняли, что это наоборот. Потом я обратила внимание на свой заказ. Там оказывается, реально, девушка одела это платье наоборот. То есть я наоборот нашила. И удивительный момент. И удивительный момент. Не было ни одного негативного комментария по поводу вещей. Дело в том, что в этот раз, вот последний раз, вещи были все дорогие. Не то, что дорогие. По рамкам шейн, то есть более-менее такие дорогие вещи. Обычные заказы там на скидках, еще что-то, самое какое-то дешевое. А в этот раз нет. Я сразу такая читаю комментарии. И в шоке. Все оценили. Я себе поставила цель. Так как в прошлом году я снимала очень много распаковок для вас. У меня очень много летних вещей. Настолько много платьев, что за прошлый, например, год, за весь сезон. Я не успела какие-то платья вообще надеть. Прикиньте, они просто у меня висели в шкафу. Я себе дала как бы слово, так скажем. Или как правильно. Летние вещи я не покупаю. Конечно, я покупаю то, что мне, например, нужно. Мне, например, нужна хорошая сумка, потому что ее нет. Но платьев у меня дофига. Просто летних, однотипных вещей у меня очень много. Я постараюсь в этом сезоне, например, зимние вещи тоже больше не покупать. Хотя нет, зимние можно купить. Например, мне очень нужно пальто. Хочу себе классную шапку. Такой торт вкусный. Здесь внутри кусочки шоколада. Так вот, я решила уменьшить свои покупки в плане косметики. Например, я полгода, даже больше, где-то, наверное, 7-8 месяцев не покупаю декоративную косметику. Я покупаю лишь тушь, которая закончится, метелярку, там, возможно, уходовые какие-то средства, которые прям заканчиваются. Просто у меня столько хайлайтеров, столько румян, столько тональных. Все это лежит. И все равно не пользуюсь этим. Что-то я решила подарить. Кое-что я подарила. Не то, что на день рождения кому-то свою старую косметику. Нет. Я просто своей подружке сказала, что хочешь, можешь взять. Например, у меня 10 хайлайтеров, мне столько не нужно. Можешь 2 себе взять. Если хочешь, опять же. Если ты не брезгаешь и так далее. Вот. И у меня подружка взяла немного всего. Один хайлайтер и одни тени. Она взяла. Я держусь где-то 7 месяцев, не покупаю декоративную косметику. Хотя я в этом плане, вообще шипоголик, я очень люблю косметику. Вы знаете, что я поняла? Основной мотиватор купить декоративную косметику для меня лично были бьюти-блогеры. В какой-то момент я осознанно перестала смотреть бьюти-блогеров. Я не знаю, как вы, но что бы бьюти-блогер не говорил, когда я вижу косметику, когда я смотрю видео про косметику, когда я вижу, как блогер хвалит эту косметику, мне хочется ее купить. Ну, не знаю, я такой человек. Или даже, когда не хвалит, хочется попробовать и, например, порассуждать на эту тему. Я просто где-то 8 месяцев назад категорически перестала смотреть бьюти-блогеров. Вот это вот навязчивое желание купить косметику, оно у меня значительно уменьшилось. А вообще я в инстаграме наткнулась на девушку, которая рассказывает про экологию. Очень грамотная, классная девушка. Конечно, я не смогу жить так, как живет она. Она вообще минимизировала свои потребности. Я начала так думать не только из-за экологии, на самом деле, но еще и из-за экономии. Например, эти вещи висят у меня в шкафу, эти летние платья. Пройдет еще 3 года, они мне разонравятся. Если честно, я даже не знаю, кому можно подарить такие откровенные платья. Иногда боишься обидеть кого-то. У меня есть родственники в деревне. Во-первых, они в таких откровенных вещах не ходят. Все-таки это деревня. А во-вторых, я всегда боюсь дарить свои старые вещи, даже подписчикам. Мне стыдно. Мне стыдно, что человек, увидев эти вещи, подумает, блин, на видео они смотрелись гораздо лучше, чем в жизни. Какой мусор она мне принесла тут. Фу, какой ужас, да? Если даже я это не услышу, может быть, человек так подумает. Или, например, родственникам, ты отправляешь вещи, а возможно, ей даже эти вещи и не нужны. Она думает, вот, какую-то фигню мне прислала. Поэтому даже не знаю, мне кажется, это прям так согласовывать нужно с человеком, чтобы недовольных не было. Я поела, наелась, половину мимозы съела. Очень вкусно было. Тортик обалденный. Рецепт на мимозу я обязательно вам оставлю. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.